Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на канал Кати Васильевой. Это я. Канал называется «Изменим жизни». На моем канале мы с вами меняем свою жизнь через понимание. Сегодня мы говорим с вами про обман. Для того, чтобы определить, врет нам человек или нет, мы должны знать baseline. Baseline, извините меня, я использую английские термины, потому что я учусь, работаю и училась в Соединенных Штатах Америки. Baseline – это базовая, исходная величина. Как ведет себя этот человек, когда он не врет? Как ведет себя человек, когда ему комфортно? Или ей, кстати. Понаблюдайте за этим человеком, когда человек расслаблен, когда он говорит на темы, ему интересно, когда человек не чувствует угрозы, когда он не чувствует и не испытывает стресса. Человек, как он общается с вами, когда он говорит правду? Это позиция тела, открытая эта позиция или закрытая эта позиция. Жестикуляция. Что делает человек? Он там руки свои, ногти проверяет, зевает, он закуривает почему-то очень быстро, спонтанно, прям сразу. Отводит глаза, очень часто начинает моргать. Обычный человек, людям обычно свойственно моргать около 16 раз в минуту. То есть, ну, некоторым больше, некоторым меньше, в зависимости от, насколько там увлажнены глаза или, может быть, какие-то есть патологические показатели, почему люди моргают чаще. Но вообще, скажем так, от 15 до 20 раз. И если человек начинает моргать очень сразу, что там, что ты говоришь, что ты имеешь в виду, да? Вот прям, прям так, вот, да? Это уже будет показатель того, что то, что вы спрашиваете этому человеку неприятно или некомфортно. Задайте себе вопрос, почему же оно будет некомфортно, если это, в принципе, правда. Если человек начинает облизывать губы очень часто, потому что, когда мы врём, мы испытываем стресс. Раз мы испытываем стресс, у нас происходит dehydration. То есть, dehydration – это обезвоживание. Ну, не в такой степени, чтобы побежать прямо пить воду литрами. Вот, кстати, именно поэтому, когда люди выступают в суде или дают показания, или их допрашивают, им всегда предлагают воду. Для чего? Не для того, что они так о вас заботятся и предлагают вам воду. Они предлагают вам воду для того, чтобы посмотреть, как часто и как много вы будете эту воду пить. Потому что, когда человек в стрессе, как я уже говорила, у него обезвоживание происходит, в зависимости, конечно, от стресса. Там просто пересыхает рот. Если человек врёт, у него стресс. И он начинает пить воду. Он также пьёт воду для того, чтобы отвлечься и взять паузу. То есть, пока я открыла бутылку, пока я её попила, пока я её закрыла, поставила и смотрю на тебя обратно, чтобы дать тебе ответ. Прошло там 40 секунд. За 40 секунд я уже проанализировала, если я нарцисс или нарцисс проанализировал, там все ходы, лазейки, выходы, всех возможных вариантов, какие могут быть из вашего следующего вопроса. Но единственное, конечно, вот когда я смотрю видео про, например, как допрашивают ФБР, или как допрашивают такие серьёзные люди, которые посетили годы обучению, например, криминальной психологии, техники, которые они там используют, это просто, знаешь, тебе предлагают воду, у тебя сразу первая реакция – чувство благодарности. Когда человек, особенно когда он врёт, у него пересыхает рот, у него чувство благодарности. Да, спасибо большое, да, спасибо вам большое. Обратите внимание, нарциссы, когда врут, они начинают или ногти свои чесать, что, кстати, может нам казаться игнором. То есть, когда человек, ну так, знаете, на расслаболе начинает чистить свои ногти, это нам кажется, что он нас не слушает. И раз нас человек не слушает, раз человек не вникает в то, что мы хотим ему говорить, это нас злит. И одна из тактик нарцисса – это делать вот такой лёгкий игнор слушания вас, чтобы разозлить вас, чтобы увести ваше внимание от вот этой темы, которую вы только что спрашивали, на что-то другое. Хорошо? Имейте это в виду. Это очень такие маленькие подсознательные трюки. И нарциссы, они суперопытные. Они врали, они врут не только вам, они врали до вас и ещё до вашего рождения. Поэтому опыта вот этих неосознанных подсознательных трюков, которые высаживают нас на коня, скажем так, да, или же чтобы цель которых – увести разговор в другое русло. И они очень часто срабатывают. Обратите внимание, даже если вы хотите нарцисса вывести на чистую воду, обычно разговор заканчивается тем, что вы или плачете, или вы психуете. Но язык тела нарцисса нам тоже много говорит. Обратите также внимание на голос. Если обычный человек с вами говорит медленно, и... то есть вообще сама манера разговора человека, она, допустим, такая уравновешенная, то когда этот человек врет, он будет говорить или быстрее, или громче, или у него меняется тон голоса, или сам голос. То есть я же тебе... Ну, слушай, я тебе говорил, что я не вру. Я тебе сколько раз говорила, что я тебе не вру? Да, обращаем внимание на такие вещи. Кстати, вот сейчас, когда идёт у нас суд между Джонни Деппом и его бывшей женой, последней, он вообще сам по своей натуре интроверт, Джонни Депп, да, кстати, у которого было ужасное, абьюзивное детство, и у него тоже есть PTSD, и психологические травмы, и так далее, и тому подобное, что, кстати, вот так вот прям вылезло, да, на миллиардную аудиторию. Ну, он по своей натуре интроверт, и в своих ролях, обратите внимание, в ролях вот капитана этого пирата, или там в других его ролях, он всегда прячется за маской. И вот в этих ролях, которые он играет, он всегда такой, да, там смелый, там такой грубый, там яркий такой. На самом деле, он очень скромный человек интровертного типа характера. И даже когда ему задавали в суде вопросы каверзные, его тон голоса не менялся. Он говорит медленно, он показывал, он демонстрировал много знаков выражения лица, которые в психологии, психологии тела свидетельствуют о том, что человек говорит правду. Он допускал сарказм над собой, он действительно говорил, его жесты не менялись. Кстати, очень, кстати, несколько раз за свои показания, когда он давал уже на слушание, он использовал жесты, которые он использовал в кино. То есть, когда он хотел защитить свою позицию, он использовал этого капитана. Ну как же, ну что вы, вот эту свою жестикуляцию капитана Спарроу, да? Так вот, хорошо. Что мы будем с этим делать? Определив базовую, стартовую величину честности человека, поведения, физического вообще поведения, тела этого человека, мы пробуем задать свой вопрос и наблюдаем, ведет ли себя человек так же, как он ведет себя всегда? Не так, как вы думаете, он себя ведет всегда. Это должны быть факты. Даже вот в допросе, в тех, одна из техник ФБР, которые используют, они, прежде чем перейти к серьезным вопросам этого подозреваемого, они ну как бы говорят ни о чем, то есть они говорят там про вопросы про маму, задают вопросы про детей, про школу, про там погоду, то есть они следят за человеком, как он ведет себя, когда он говорит в спокойной обстановке. Потом они начинают соглашаться с человеком, то есть они задают такую серию вопросов, когда допрашиваемый, не допрашиваемый, а допроситель, допрос, ну офицер, как его называют, когда, извините, пожалуйста, слово забыло, когда офицер соглашается с ответами допрашиваемый, например, а какая была погода там вчера, да, вчера было очень жарко, да, вчера было очень жарко, я с вами согласен, то есть и смотрят на реакцию человека, как человек резонирует с вашим согласием. Это тоже очень важно, кстати, наблюдать. Хорошо, что мы будем с этим всем делом? Значит, мы задаем вопрос человеку. Здесь может последовать утверждение собственной значимости. Слушай, я в доме хозяин, ну ладно, раз ты спрашиваешь, я тебе скажу, что я был на футболе. Мы с ребятами после работы, мы с ребятами решили пойти в бар и посмотреть футбол, посмотреть футбол в баре. Здесь уже есть чёткая последовательность. Когда человек думает о своей лжи, он думает от начала события, продумывает всё до конца события. То есть, он на работе выходил, ребята позвонили, сказали подойти, я подошёл, там футбол, я сидел, смотрел от начала до конца. Человек, которому врать не нужно или скрывает что-то от вас, он не будет рассказывать вам такую историю. Слушай, милая, где ты был? Почему ты к ужину опоздал? Ой, ты знаешь, я с пацанами смотрел футбол. Извини, я опоздал. Если человек говорит, зайдём сначала, если человек говорит, я в доме хозяин, зачем ты меня задаёшь вопрос, ты что, мне не веришь? Да? То есть, это установление своей позиции, которая психологически сразу же должна вас поставить на ваше место. Хорошо. Также вы можете спросить, слушай, а кто играл сегодня? А какая команда сегодня играла? Сегодня играла там Манчестер Юнайтед и там, не знаю, бразильская какая-то там команда. А, супер, а кто выиграл? Это что, допрос, что ли? Если будет реакция, это что, допрос, что ли? Да нет, это что, ну это просто, мне интересно, а кто выиграл? Вот это, это что, допрос, что ли, дало ему время подумать над ответом. Поверьте мне, человек, который врёт, в этот момент его компьютер в голове работает, его голова работает как компьютер. просто, знаете, вот эти вот прям как вот в матрице смотришь вот эти вот такие вот лабиринты всяких цифр, вот эти кнопочки там летают и так далее. И иногда наезд может послужить тем, что человек просто берёт там долю секунды на то, чтобы подумать над ответом. Потому что, если он действительно сидел в баре и смотрел футбол, он прекрасно знает, кто выиграл. ложь манипулятора зайдёт ещё дальше. Вот ты знаешь, ну я знала, что ты ждёшь меня, поэтому я не досмотрел игру. Ну как интересно, слушай, давай посмотрим, а когда они играли? Подожди, вчера они играли, это во сколько они играли? Была игра в 3, была игра в 7, а ещё была в 8.30. Даже если этой игры не было, но человек знает, то есть, если человек знает, что они были, он вам даст ответ. То есть, какая игра в 8.30? Даже если её не было, да? То есть, а, ну, наверное, я ошиблась, если её не нужно, значит, её не было. Но, если будет, это было, это было в 7.45, уже он подумал, посчитал, дорога, сколько я должен был доехать, когда она должна была закончиться, футбольная игра, это обычно, там, 1.45, плюс полчаса на дорогу, плюс пока мы дошли до бара, 2.5 часа. То есть, если какие-то, и вообще есть неточности, плюс при этом, человек или агрессивно к вам, или игнорируя слегонца, там, знаете, да, что? Я не расслышала, повтори ещё раз, или же начинает зевать. Ой, слушай, меня тут допрос достал. Так, позевал, позевал, он позевал 10 секунд, он уже подумал, как на вас наехать, как отбиться от ваших вопросов. Так, хорошо, едем дальше. Если человек сразу же начинает менять позу тела, нога за ногу, вот это самообъятие, да, рука на руке, если человек начинает что-то сразу делать, там, бумажки перекладывать, или там сумку хватает, начинает там в сумке рыться, помаду искать, например, учитывая, что вы подобрали правильное время, и этот человек, например, не опаздывает на встречу и собирает свои документы на столе, потому что он опаздывает, ему нужно бежать. Если человек начинает очень часто моргать, если его голос сразу повышается, как ты смеешь меня такое спрашивать, это, во-первых, уже и наезд, и изменение голоса. Если человек начинает облизывать губы, если он начинает чесаться и сразу же поправлять волосы, потому что поправление волос – это скрытие жеста защитить себя, жеста, что мне неудобно. Почему? Потому что, когда нам неудобно, подсознательно, точно так же, как маленькие дети, они или сосут палец, или соску, или они закрывают рот, да, то есть, или же, когда мы хотим кричать, мы начинаем рот закрывать, или кусать губу – это жест нежелания отвечать на вопрос. То есть, он хотел закрыть рот и тут же поправил волосы, то есть, скрыл свое намерение закрыть рот. Это такое у нас подсознательное поведение, поведенческие жесты, наши инстинкты. Вот. Поэтому следующее, что вы можете сделать – это перебить и задать уточняющий вопрос. Например, «Ой, ты знаешь, и там игра, там так все кричали, там прям было так интересно, и я с пацанами, ты же знаешь, как я давно их не видел». А что вы пили? Например, «Ой, как классно, молодец!» А что вы пили? То есть, «Как классно, молодец!» Вы хвалите, то есть, вы даете человеку убеждение в том, что его ложь работает или ее ложь работает. Это театр одного актера, правда? И вы даете ему подтверждение. Это как аплодисменты. И тут же задаете уточняющий вопрос. «А что ты пил?» «Мы пили пиво, отролевали, там отролевали. А какое ты пиво пил?» «Какое ты пил пиво?» Человеку… Факт не в том, что он соврет, какое пиво он пил, а факт того, что ваш вопрос уточняющий, он разрывает цепочку, ментальную цепочку построения лжи. То есть, он должен остановиться в своем вот этом фейерверке диалога, и он должен подумать над вашим ответом. Но так как он врет, он должен с усилием подумать над своим ответом, понимаете? То есть, он должен… Человеку, который не врет, это уточнение. «А, да, пили Балтику, и проехали, и разговариваем дальше». А человеку, которого мозг работал для того, чтобы соврать, вырулить, перебивание не уточняющим ответом порвет его цепочку уже. Это второй вариант. Третий вариант – это спросить человека с конца в начало. Ну, то есть, например, он уже из бара вышел и поехал домой. «Слушай, а ты ехал на…» «Трафика не было?» «Подожди, так в это время же очень большой трафик». Вы даёте человеку намёк на то, что твоё время не сходится. Обычно тебе от этого бара домой было бы 10 минут ехать, а ты приехал за 2 или ты приехал за 30. И если человек хватается за вашу помощь, за эту подсказку, да, чтобы был трафик, была пробка, это опять-таки будет индикатором того, что он врёт. Вот опять-таки, эти инвестигейторы, инвестигаторы, допрашивающие люди, они очень часто дают установку человеку, что, ну, я с вами согласен, вы, конечно же, можете этого не помнить. И человек говорит, да, вы знаете, я что-то не помню, я, наверное, запутался. Он даёт ему лазейку вырулить. И если человек выруливает, используя эту лазейку, это, конечно же, будет прямым индикатором того, что он врёт, потому что человеку, который не врёт, лазейка никакая не нужна. Хорошо? Давайте, краткий синопсис. Значит, прежде чем вы будете сама себя убеждать, что вам человек врёт, или ваша жена вас обманывает, или ваша подруга, или ваш друг, или ваша коллега, или ваш ребёнок, определите, пожалуйста, baseline, определите, пожалуйста, базовую, исходную величину, когда человек не врёт. потому что у каждого в зависимости от темперамента может быть разная совершенно baseline. То есть, так как у меня яркий темперамент, я говорю, я руками машу, у меня там эмоциональная такая, я эмоциональна всегда, даже если я говорю правду, и вдруг я начинаю обманывать, и я такая грустная, уже у меня глаза в пол, знаете, и уже там, ой, что я устала сегодня, давай завтра об этом поговорим. Так? Или же наоборот, человек обычно, как Джонни Депп, да, он обычно интроверт, он не любит, он вообще, кстати, не любит public, этого появления на публике, да, очень странно, такой суперталантливый актёр и так далее, но видите, даже люди, которые выбирают актёрское мастерство и профессию, они прячутся, они что-то за этим прячут, то есть, они переживают эмоции других, они переживают, они играют эмоции, они не показывают свои собственные. И вот, если хотите, я могу сделать подробное видео об этом, можете написать, пожалуйста, в комментариях, разберём вот это вот заседание, слушание суда, и, конечно, там просто, ну, я уверена, что он победит однозначно, потому что, ну, моё такое мнение по наблюдениям, она, конечно, там было столько знаков, там просто был кластер, там, там, там ларец просто, знаете, был невербальных и вербальных поведенческих телесных знаков, там когнитивная сложность и управление восприятием, там просто можно учебник было писать, если честно, вот, но посмотрим, во вторник будут уже результаты, так что посмотрим, права я или нет. Вот, хорошо, что я ещё хотела сказать? А, задаём, второе, мы задаём уточняющие вопросы, и третье, мы задаём вопросы с конца в начало, с конца события в начало, то есть, когда человек врёт, он всегда рассказывает от начала, постепенно, постепенно, к концу, а мы сами задаём вопросы от конца в начало, смотрим на реакцию, и реакцию я уже с вами сегодня обсудила, хорошо, вот, это вам задание, это будет у вас психологическая практика, потому что на эмоциях, ну, конечно, интуиция, такое дело, интуиция нам всегда подсказывает, но мы можем свою интуицию сравнивать и воспринимать вот эти невербальные знаки, базируясь на людях, с которыми мы общались раньше, и если этот человек, вот, например, вашему бывшему или бывшей подруге, было свойственно врать таким-то образом, и язык тела, телесные жесты у неё были такие, а у этой девушки или у этого парня не такие, это ещё не значит, что этот человек врёт, поэтому самое главное, это определить вот эту базовую, исходную величину, хорошо, поведение, всё, те, кто занимаются у меня на тренинге «10 шагов к счастью», хотят выйти и избавить от эмоционального абьюза, насилия в семье и в отношениях, пожалуйста, мы перешли в Телеграм, в Телеграме просто, пожалуйста, напечатайте моё имя, и вам откроется мой сайт, на мой, на Телеграм можно также перейти через мой сайт, changelive.solution, там ещё есть статьи и книги, и отзывы, и так далее, и тому подобное, я вас очень люблю, целую, большое вам спасибо за внимание, до скорых встреч, кстати, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь к каналу, новым зрителям привет, и следующее видео, мы будем с вами разбирать разницу между кислотингом, манипуляцией и упреждением, не пропадайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok